И мы посмотрим, сейчас опять повторим, как Григорий Петрович эту формулу вывел. Но при этом вы концентрацию не оставляете как бы на формуле. Итак, Григорий Петрович объясняет, как он вывел эту формулу. Григорий Грабович объясняет, как он вывел эту формулу. Когда мы говорим, что излучение нашего мышления меняет реальность, то рассмотрим, как это происходит. Получается, в реальности выделим первый уровень. Это наше излучение созидательного мышления, нашей цели. Существует какая-то задача, мы по этой задаче промысливаем норму. И у нас получается граница между нашим восприятием и реальностью. Но при этом мы знаем, что реальность, текущая, которая есть, она в себе содержит свет будущего, элемент будущего, фрагмент будущего в виде спасения, в виде решённого вопроса. Мы выявляем вот этот свет. Почему мы хотим нормы? Потому что в нашей душе это есть. И мы в оптике реализовываем мышление, такое излучение мышления, которое говорит о том, что наш вопрос решён бесконечно хорошо для всех. И второй уровень – это уровень связи. Связи между реальностью и нашим восприятием. Наша созидательная реальность, наше созидательное мышление становится обобщённой реальностью по каким-то связям. Наша позитивное мышление становится всеобщей реальностью по каким-то связям это происходит. Когда мы говорим об оптической системе, вот есть излучение нашего мышления, но все явления связаны. И вот второй уровень, он как раз нам определяет уровень связи нашего позитивного мышления со всей реальностью. И вот второй уровень – это где связи между излучением нашего созидательного мышления, то есть между нашим восприятием и реальностью, где все связи обобщены, общие, то есть это стало реальностью. И вот как это произошло? Созидательное мышление, что мы хотим, какое-то очень счастливое событие, как это связалось со всеми элементами бесконечной реальности? И вот эта функция, да? Когда излучение нашего мышления связывается со всей реальностью, становится обобществовленной реальностью. Это действие, это функция. So this f, in the formula, it means function. Function, in this case, it means that the illumination of the light generated by our thinking, according to the, across these links of the reality, becomes the reality for everybody. So this is a function of generalization, of making this common, of making, И Григорий Петрович определяет эту функцию связи, как наше мышление счастливого развития связывается со всеми элементами реальности, со всем коллективным сознанием. Он эту функцию, этого действия обозначил просто функцию с коэффициентом к, от «п», от пространства. И вот здесь, например, Григория Грабовой, ещё раз посмотрите, просто про «к». Функцию, значит, и вот функцию вот этого действия, как излучение нашего мышления стало доступным всем об обществлённые связи, да, вот эта функция, он обозначил эту вот буквой «ф» функция с каким-то коэффициентом к, функция с коэффициентом к от пространства. И Григорий Грабовой, he explains that in this formula that he derived, he explains that, so the generation, the illumination of our thinking becomes the universal reality, and he explains how it happens. So this function, there is this function of our creative thinking, it generates light, and then it becomes the reality of everybody, the common universal reality, generally accepted reality, because there is this coefficient, for example, which is described here as letter «к», and this coefficient, then after this coefficient, you can see that this coefficient acts in space, пространство. In Russian language, space is called пространство, so the space we live in, which here is represented by the letter «P». Это коллективное сознание, да? Это где, причём, это функция, где излучение нашего мышления осветило всё коллективное сознание, коллективное сознание приняло, да? So this is collective consciousness, then this becomes collective consciousness. if we think creatively, if we generate this light, then our creative thinking, what we desire, this becomes collective consciousness. Эх, это просто функция, это действие, вот этой связи. Когда наше мышление, мы думаем, что человек здоров, это становится обобществлённым, то есть все тоже так думают про человека, все тоже его так видят, как мы видим, он здоров. Ф means just the function of the connections. So our thinking is connected to the reality. So F means the function of transforming into the reality by using our thinking. So F is a function of transforming the reality into the reality that we desire. And so here we can also perceive, for example, please now focus on your goal. If you are working for a specific person, on a specific person, you can perceive that this person is healthy. То есть мы рассматривали с вами, да, как работает прибор. Он вычленяет компоненту нормы, это становится реальностью. Так же мы своим мышлением, мы вычленяем компоненту нормы, что нужно нам, удерживаем концентрацию, и это становится обобществлённой реальностью. We also perceived how this device works. The device managed to extract the component of norm. So we focus, for example, on the reality, we focus on the norm, and we basically, we extract this component of norm, not extract, we identify it, we focus on it, make it stronger, and this norm becomes the reality. So basically, the device works in the same manner. То есть эта часть формулы, эта функция, что описывает? Как коллективное сознание приняло норму, да? Это уже наше излучение мышления, уже принято всем коллективным сознанием. Описывает то состояние, когда уже сделана необходимая концентрация, да? И уже коллективным сознанием именно такое хорошее, позитивное развитие принято всеми. It's a part of the formula. So, for example, we can see that by thinking creatively, we so integrate our creative thinking, the light of our creative thinking into the collective consciousness. So, the norm is added to the collective consciousness. It becomes a part of the collective consciousness. Collective consciousness accepts this norm. То, что мы промысливаем, да? Человек здоров, и это для коллективного сознания естественно, его никто по-другому не воспринимает. Вот реальность поменялась, да? Всё. Человек здоров. So, for example, here we simply perceive that a person is healthy, and so we add this to collective consciousness, and then the collective consciousness also perceives that a person perceives that a person is healthy. Вот эта функция, этого уровня. So, this is a function of this level. Когда мы говорим об индивидуальной функции восприятия, if we are speaking about an individual function of perception, то мы берём ту же самую функцию. Функция какая? Реализация, да? Излучение нормы. Берём ту же самую функцию. Then we take the same function. For example, we can perceive this light. So, this is a function that means the generation of light with our thinking for the norm, the illumination of our thinking that is focused on the norm. Записываем с коэффициентом Ка-1. Then we write it down with the coefficient Ки-1. И от И. Функция от И. От индивидуального восприятия. And then here we can perceive function from I. I means individual perception. То есть, если на втором уровне мы с вами рассматривали, да, обобщённое восприятие, коллективное восприятие, то первый уровень это наше индивидуальное, излучение нашего индивидуального мышления. So here if first we perceived the universal perception, collective perception, then here we can see that I, in this case, means our personal perception, individual perception. Это функция индивидуальная и которую мы можем менять. This is an individual function that we can change. Вот мы сегодня додумались до чего-то хорошего, а завтра ещё лучше придумали, ещё больше света, ещё больше излучения, ещё больше концентрации. То есть эта функция меняется в зависимости от того, как мы меняем своё восприятие. So, for example, we think about something, we focus on it, and then with the help of this formula, for example, we improve our concentration, our perception becomes even stronger, more intense, and so here we perceive that I, the letter I, means our individual perception. information. Продолжение следует...